В Одинцовском городском округе До сих пор, по моему большому сожалению, есть территории, по которым даже не объявлены аукционы, это и Барвиха, и две площадки Барвихи, и одна площадка в Захаровском. По Барвихе нам ситуация понятна, я думаю, что с учетом принятия бюджета Барвихинского у нас там сдвинулась тоже эта тема с мертвой точки. Все эти аукционы по Захаровской территории и по Барвихе должны, конечно, в кратчайшие сроки быть размещены. Иначе мы не сможем выполнить строительно-монтажные работы в срок. Наряду с благоустройством дворовых территорий продолжается ямочный ремонт. Во дворах уже устранили 270 ям. Всего было оцифровано более тысячи. На данный момент полностью завершены ремонтные работы в Барвихинском и Никольском поселениях. На это есть сезон. Мы все эти работы стараемся делать в летний период, чтобы потом не в дождь, не в снег, не в слякоть, не ремонтировать дороги и в том числе ямы. Поэтому все на таком жестком контроле с такими жесткими графиками. Призываю всех ускориться и здесь нас тоже не подводить. На совещании обсудили работу многофункциональных офисов в Одинцовском городском округе. Система МФЦ муниципалитета – самая крупная в регионе. Всего открыто 104 окна. Среднее время ожидания сократилось до 4 минут при норме 12. Так, в июне этого года дополнительные офисы открыли и в Голицыно, что позволяет принимать до 200 человек в день. На территории округа многофункциональные центры успешно реализуют областные проекты. Это выездной прием в СНТ, проведение семинаров для заявителей по работе с порталом Госуслуг. На территории Звенигорода пока действует всего 5 окон. Андрей Иванов поручил проработать вопрос об открытии еще одного многофункционального центра в городе. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.